Инна Владимировна, здравствуйте! До 1 сентября остаются считанные дни. Скажите, насколько сегодня школы Карачао-Черкесии готовы к новому учебному году? Спасибо за вопрос. Да, совсем немного времени осталось до нового учебного года. Несмотря на то, что была каникулярная кампания и летняя оздоровительная кампания, школы наши образовательные готовились к новому учебному году. Хочу сказать, что в июне месяце межведомственная комиссия проводила оценку готовности образовательных организаций к новому учебному году. На сегодняшний день все 334 образовательные организации у нас, которые ведут программы общего образования, дополнительного образования, программы СПО, полностью готовы к началу учебного года. Одна из серьезных задач в Карачао-Черкесии – это нехватка учителей. Скажите, насколько сегодня школы укомплектованы педагогами? Сегодня в системе образования Карачао-Черкесской республики трудится 5247 педагогов. 3% на сегодняшний день мы испытываем дефицит педагогических кадров. Это немало, это порядка около 200 человек. Сегодня это 200 вакансий, которые испытывают образовательные организации, дефицит педагогов. Мы пытаемся эту проблему решить частично за счет программы «Федеральный земский учитель». За последние три года мы пригласили в школы, расположенные в сельской местности, 50 педагогов. Они получили компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей. И по поручению главы Карачао-Черкесской республики им также была выделена мера поддержки в размере 100 тысяч рублей из республиканского бюджета. Но и эту проблему до конца не решать. Все равно мы продолжаем испытывать этот дефицит. Сегодня при поддержке руководства республики выделены дополнительные средства как мера социальной поддержки для молодых педагогов. Ежемесячно молодые педагоги будут получать доплату также компенсационную в размере 5 тысяч рублей. Это педагоги до 35 лет, которые проработали после учебного заведения или среднего педагогического заведения, профессионального или высшего заведения, проработали не больше трех лет. Одна из таких мер также поддержки. Также у нас учителя участвуют в федеральном конкурсе на поддержку лучших учителей. Премия выделяется в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас также есть круг победителей, порядка пяти человек, которые получат ко дню учителя данную выплату. Но необходимо создавать достойные условия, чтобы сегодня молодые педагоги шли в сферу преподавания, в педагогическую сферу в том числе. И над этим мы сегодня работаем. Как на муниципальном уровне, так и на региональном уровне. И в год педагога и наставника мы стараемся, конечно же, прославлять профессию педагога. Но нужны еще, мы понимаем, и материальные стимулы. Помимо моральных стимулов и мотивов, нужны материальные стимулы. Это достойная заработная плата, это достойные условия сегодня для педагогов. Тем более молодые педагогические работники, они сегодня хотят прийти в хорошие условия. Это новые современные школы, которые оснащены сегодня по современным, по последним требованиям. И вот такие условия, такие как бы предъявляют они в том числе и к образовательным организациям. Поэтому сегодня непросто с молодыми педагогами, которые готовы прийти в образовательные организации. Инна Владимировна, давайте теперь перейдем к детям. Мы знаем о том, что в начале августа президент страны Владимир Путин подписал указ об изменении, внесение изменений в закон об образовании. Скажите, в чем они заключаются, эти изменения, и что нового ждет наших учеников в новом учебном году? Да, на пороге нового учебного года мы всегда ждем чего-то нового и спрашиваем, какие нововведения ждут и учеников в первую очередь, и их родителей, и учителей в том числе. Этот год не стал исключением, и у нас достаточно много нововведений в этом году, существенных нововведений, я бы сказала. Во-первых, будут введены федеральные основные общеобразовательные программы во всех общеобразовательных школах, мы говорим, которые придут на смену примерным программам. Хочу отметить, что в начальной школе основные программы разработаны по таким предметам, как русский язык, литературное чтение и окружающий мир. Если мы говорим об основной школе, то это русский язык, математика, история, общество, ОБЖ и география. Вот там будут единые программы введены по этим предметам. Также без внимания они оставили и программы по воспитанию, единый тематический план всех мероприятий. Также обязательными остаются для всех и календарный план воспитательной работы. Вот эти новшества, они уже закреплены, и в этом году мы стартуем именно с этих моментов. Федеральный государственный образовательный стандарт привел к тому, что необходимо заменять все учебники. И на сегодняшний день, благодаря поддержке и руководству нашей республики, учебники для 1, 5 и 7 класса полностью заменили в нашем регионе. Также учебники истории для 10 и 11 класса тоже заменили, уже с учетом специальной военной операции, которая сегодня проходит, и которая нашла отражение в этих новых учебниках. Соответственно, и вопросы по СВО будут в этом году уже вынесены в единый государственный экзамен. Поэтому акцентируем на это внимание и учителей, в том числе и учеников. Также хотелось бы остановиться на одном интересном нововведении. В школу возвращается трудовое воспитание. Это то, что было хорошо забыто еще при советской школе. Когда ребята в своих классах убирали, когда они могли быть привлечены в музеях, в библиотеках, когда на приусадебных участках они также оказывали помощь и содействие, и очень дорожили своим трудом. Не мусорили, не пачкали и понимали, что за этим стоит их труд. Поэтому трудовое воспитание возвращается в школы, и разрешение родителей о том, чтобы привлечь ребенка к труду, сегодня совершенно не требуется. Это нововведение уже вступает с 1 сентября 2023 года, то есть с нового учебного года. Конечно, здесь будет учитываться возраст ребенка обязательно и его состояние здоровья. Но я считаю, это большой плюс для всех, для нас, и в том числе для наших учеников. Также видоизменяется у нас курс преподавания «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе. В этом году вводится дополнительный модуль по кибербезопасности. В 9 классе с 2024 года основа безопасности жизнедеятельности будет называться у нас как «Основы безопасности и защиты Родины». Это будет уже новый предмет, где также вводится дополнительный модуль уже в этом году, как переходящая программа. Это начальная военная подготовка, где будут учить в том числе оказывать первую медицинскую помощь, собирать и разбирать автоматы будут и прочие-прочие моменты, на которые будут обращать внимание. Поэтому ОБЖ, трудовое воспитание у нас претерпели существенные изменения. Также хочу отметить, что возвращается у нас в систему образования серебряная медаль. Те ученики, которые будут иметь не больше двух четверок, будут получать серебряные медали. Они также будут иметь определенный вес, то есть добавляться баллы при зачислении в высшие учебные заведения. Но сколько это будет баллов решится в начале уже учебного года. Поэтому вот такие нововведения мы тоже сегодня ощущаем на себе, ощущают наши учителя и, соответственно, наши ученики. Будут определенные изменения в государственной итоговой аттестации. Там по срокам пересматриваются у нас допуски к сочинениям, к изложениям. Майские периоды переносятся на апрельские. Но это в процессе мы все будем доводить до сведения выпускников и девятых классов, и одиннадцатиклассников. Все в процессе учебного года будет отшлифовано. Инна Владимировна, Вы сказали, что будут заменены некоторые учебники в старших классах. Но хотелось бы спросить в целом про учебники. Мы знаем, что родители к первому сентября тратят не одну тысячу рублей на канцелярские принадлежности, в том числе и учебники. Они дорогие. Насколько сегодня школы Карачао-Черкесии обеспечены учебниками? И ежегодно руководством республики выделяется значительная сумма средств на приобретение школьных учебников. И в том году мы приобретали, закрывали как раз потребность, обновляли учебники для десятых, одиннадцатых классов. В прошлом году это были пятые-девятые классы. Еще три года назад это была начальная школа. Мы не останавливаемся на этом. Хочу сказать, что все школы, которые участвуют в государственной программе «Капитальный ремонт школы», в этом году таких школ 24, всем этим школам с первого по одиннадцатый класс обновили школьные учебники. С учетом того, что в прошлом году 18 школ у нас участвовало в программе, им также обновили эти школьные учебники. Плюс я сказала, мы поменяли учебники всем, первому, пятому и седьмому классов. По остальным школьникам у нас такой потребности нет, потому что учебники относительно у нас новые в нашем регионе. Мы этой задачей занимаемся ежегодно. Но на следующий год мы, в связи с тем, что меняется федеральный государственный образовательный стандарт, новые требования, теперь новые компетенции, мы будем менять все остальные поэтапно. Пока по этим учебникам пользоваться можно. До конца 2025 года замена всех учебников будет произведена по мере необходимости. И мы над этой задачей планомерно, системно работаем. Инна Владимировна, не могу не задать вам вопрос, который волнует абсолютно всех родителей. Насколько сегодня школы Карачаево-Черкесии обеспечены, ученики, вернее, младших классов обеспечены не просто горячим, но качественным питанием? Спасибо за вопрос. Такая вот актуальная тема, которая беспокоит наших родителей. Я хочу сказать, что с 2000 года все школьники начальных классов нашей республики охвачены горячим питанием. Абсолютно все школьники, это 26 тысяч ребятишек, получат горячее питание. В этом году по поручению главы Карачаева-Черкесской республики мы пошли дальше. И у нас не просто уже начальная школа, у нас дети с ограниченными возможностями. С 5 по 11 класс также охвачены компенсационной выплатой на горячее питание. То есть дети с ограниченными возможностями разных нозологий, у кого-то это может быть диет питания, им выплачивается компенсационная выплата в двухкратном размере. А у нас однократный прием питания составляет 80 рублей. Это завтрак и 80 рублей обед, поэтому 160 рублей в день учащийся школ с 5 по 11 класс, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды получат вот такую компенсационную выплату. Эти средства они могут потратить по своему усмотрению и в буфете, или в столовой, и в общеобразовательной организации приобрести то, что им можно, и то, что они хотят приобрести. Поэтому вот и дальше мы не стоим на месте, у нас есть поручение главы, мы будем разрабатывать совместно с Министерством здравоохранения теперь меню и лечебного питания, и диетического питания в том числе, поэтому эта работа тоже у нас продолжается. Ну что ж, выходит наша школа и наши педагоги готовы к новому учебному году? И школы, и педагоги, и ученики, и уродители все ждут начала учебного года с нетерпением. Да, несмотря на то, что лето завершается, у нас была насыщенная летняя оздоровительная кампания, более 12 тысяч ребятишек из Карачаева-Черкесии сегодня отдохнули в наших загородных лагерях. Большое количество ребят мы пригласили по приглашению главы Карачаева-Черкесской республики, прибыли из Луганской народной республики Старобельского района, 750 ребятишек к нам приезжали отдыхать. Я хочу сказать, что на этом мы тоже не завершаем свою работу. И в сентябрьский период мы пригласили ребят из подшефной территории, и они также готовы приехать в наш регион и учиться, и отдыхать. Поэтому добро пожаловать, эта работа у нас тоже продолжается. Ну что, с началом учебного года пусть он пройдет как положено. Спасибо большое, спасибо. Всем мира, добра, благополучия, новых успехов, достижений. Я думаю, у нас все получится. Спасибо. Спасибо.